17 сентября наша страна встретила свой общий праздник, День народного единства, а уже на следующий день, 18 числа в Бресте, состоялись торжества в честь преподобного мученика Афанасия Брестского, святого, пострадавшего за сохранение единства в православной вере. В чем заключается подвиг святого, как отзывается он в наши дни, поговорим сегодня об этом с ректором Минской Духовной Академии, архимандритом Афанасием Соколовым, после краткого обзора событий. Белорусская Православная Церковь передала подразделению авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям духовное знамя «Хоругвь» с образом иконы Божией Матери Неопалимая Купина, которая почитается как покровительница и защитница всех тех, чья служба посвящена борьбе с огненной стихией. Освящение знамени для аварийно-спасательного учреждения авиация совершил викарий патриаршего экзарха всей Беларуси, епископ Несвежский Афксентий. В десятый раз на Туровской земле прошел праздник венчания. Его дата, 15 сентября, выбрана не случайно. Он проводится в День памяти покровителей семьи, благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Приехать в Древний Туров, чтобы повенчаться в этот день, могут все желающие пары православного вероисповедания и осознанно подходящие к таинству. Центральным местом празднования стал Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, где епископ Туровский Мозовский Леонид совершил венчание пяти пар. Самая старшая из них – супруги, которым около 80 лет. В Бресте прошли торжества по случаю 345-летия со дня обретения мощей преподобно-мученика Афанасия Брестского, молитвенника и покровителя Берестейской земли. Он прославился своим подвигом защиты православия во время унии и незадолго до завершения земного пути завещал «Там, где тело мое израненное за имя Божие положено будет, вера православная явится, воссияет и повсюду осветит». Спустя годы это пророчество сбылось. На месте его кончины была воздвигнута часовня, а затем возник свято-афанасиевский мужской монастырь. Ежегодно на торжества в честь преподобно-мученика собираются тысячи верующих. Перед началом божественной литургии по улицам города проходит многочисленный крестный ход. Министерство связи и информатизации представило юбилейный сотый почтовый проект христианской тематики из серии «Архитектура Беларуси. Православные храмы». В оборот введен почтовый блок с изображениями Свято-Петропавловского кафедрального собора в Гомеле, которому в нынешнем году исполнилось 200 лет, и церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мураванка Гродненской области, со дня основания которой отмечается 500 лет. Мы продолжаем рассказывать о святых белорусской земли, к которым люди обращаются в молитве, стремятся посетить места их подвига и упокоения. И сегодня мы встречаемся с ректором Минской Духовной Академии, архимандритом Афанасием Соколовым. Добрый день, отец Афанасий. Добрый день. У вас на видном месте икона преподобного мученика Афанасия Брестского. Почему? Что с ней связано в вашей жизни? В первую очередь он мой небесный покровитель. В монашеском постриге я ношу имя Афанасий и считаю его своим небесным покровителем. Раз. Во-вторых, наша духовная академия, духовное учебное заведение имеет очень много студентов, посланцев как раз Брестской земли. Это покровитель Брестской епархии, в частности, всей нашей белорусской земли. Поэтому, конечно же, у меня в кабинете преподобного мученика Афанасий, защитник веры, защитник Святой Церкви, очень трудное историческое время 17-го столетия. На неделе мы встретили День Народного Единства 17 сентября. И буквально на следующий день отмечалось празднование памяти Святого Афанасия, день обретения его мощей. Ведь Святой Афанасий был поборником Единства Православной Веры. Да, действительно так. И это во многом знаменательно, что и День памяти преподобного мученика Афанасия и праздник Народного Единства здесь, в Белоруссии, вот так вот рядом эти дни идут. Преподобного мученика Афанасий, вот, наверное, с него начинается этот день, этот праздник. Потому что он родился примерно в то время, в конце 16 века, когда все силы были брошены на разъединение нашего народа. И первоначально, конечно, была поставлена задача разъединить, разобщить, рассорить, чтобы народ разделился, ну, а затем, чтобы и вообще он исчез с лица земли. И такие люди, как Святой Афанасий, они это понимали, духовно понимали. И старались защитить Церковь, защитить свой народ, свою традицию, свою самобытность. И понимали, что эта защита не только сиюминутная, это работа и на будущее поколение, и на века. Поэтому празднуя День народного единства и День памяти преподобного мученика Афанасия, мы благодарим Господа за то, что нашей белорусской земле были дарованы такие светильники. И для своего времени, и для нашего времени свет их светит, и помогает нам и в наше время идти, и беречь духовное единство нашего народа, и передавать нашим детям и внукам. Какие святыни на белорусской земле сегодня связаны с именем преподобного мученика Афанасия Брестского? В первую очередь, это его родной город, город Брест. И несмотря на то, что в этом городе в свое время была и заключена злосчастная церковная уния, но и там же были явлены миру такие светильники, как Святой Афанасий. И там же, в этом городе, находятся древние святыни и в Брестской крепости, где в древности существовал монастырь преподобного Семена Столпника, там женская обитель Рождества Пресвятой Богородицы, и место мученической кончины святого Афанасия, Афанасийский монастырь. Это сейчас окраина города Бреста, бывшая деревня Аркадия. Это и иные места, и каждый храм Брещины – хранитель и исторической памяти, и нашей традиции, нашей истории, нашей культуры. А в чем состоял его подвиг, за который он был прославлен в лике преподобного мучеников? Важно понимать, что каждого человека Господь ведет своими путями. Каждому человеку Господь дает этот путь, земной путь, и путь чистоты, и путь святости. Другое дело, отзывается ли человек на этот призыв. И вот святой Афанасий, он как раз отозвался, потому что, родившись в очень тяжелое время, когда для многих земные выгоды были важнее и веры, и семьи, и родителей, и нашей традиции, родного народа, он, получив прекрасное образование, тем не менее, принял и монашеский постриг, и священный сан, и как монах, как иеромонах, затем как и гумен Брестский, совершил очень много важного и полезного, и он и для своего народа, и для церкви, и он действительно исполнил в жизни евангельскую заповедь любви. И вы знаете, вот многим кажется, это ведь было такое противостояние жестухое, жесточайшее. Это горсточка паствы в Бресте, которая, ну, многие были запуганы, ушли, кто-то, как я сказал, искал выгоду, кто-то с сожалением, со слезами, но вот эта маленькая горсточка, маленькая паства, она имела его, как своего отца, и он всех покорял своей любовью, даже к униатам, даже к тем, кто его гнал, он обращался по-доброму и по-христиански, с большим сожалением. Известно его такое песнопение, написанное в темнице, в тюрьме, «Даруй церкви твоей покой Христе Божий», молитва ко Господу, ко Христу, о мире церкви. И он обращается там к униатам, к своим недоброжелателям, врагам, которые замышляли его смерть, и потом, в конце концов, они его убили. Он обращается, милые братья, говорит о том, что вы ведь тоже называете себя христианами. А если мы христиане, мы должны в первую очередь осуществлять евангельскую заповедь любви. В этом величайший его подвиг. И он вот в таком послушании и воли Божьей, и с большой надеждой, и с любовью к своему народу осуществлял свое служение и не выбирал для себя никаких выгод, готов был умереть, но не отступить от истины. А в чем была опасность заключенной унии, против которой выступал святой Афанасий Бреский? Вы знаете, для многих из нас очень часто кажется, что те слова, которые говорятся кем-то, провозглашаются, они истинны и правдивы, особенно это, если красивые и правильные слова. Сама по себе уния как объединение, как преодоление разрыва в христианстве между Западом и Востоком, конечно же, сама по себе она, эта идея христианская, мы ежедневно молимся, и также на каждой божественной литургии о соединении святых божьих церквей, мы молимся о единстве. И вот уния тоже была провозглашена вот таким же образом, что вот мы достигаем единства в вере, и какие-то находятся очищепенцы или схизматики, или люди недалекие, или невежественные, которые этому противятся. Но с самого начала, с Брестских соборов 1596 года было замечено людьми духовными, какое же это объединение, если остается Западная Церковь, и если создается Униатская Церковь, а православная уничтожается. Поэтому святой Афанасий, как и его предшественники, как потом и его продолжатели его дела, понимали, и самое главное в их подвиге, они доходчиво и ясно показывали ложь унии, обман унии в том, как она была заключена, и как она провозглашалась, и как она осуществлялась жизнью. И униатские епархии, которые создавались и на Украине, и в России современная, и Смоленская епархия, также была создана униатская епархия. И у нас все они были построены на костях православных епархий, православных приходов и монастырей. И мы видим, что сейчас происходит похожая ситуация в нашей соседней стране, в Украине. Такое разделение, такой ложь и такой соблазн, конечно, всегда вызывали противодействие, и сейчас вызывают противодействие. И люди, для которых все-таки следование заветам Господа нашего Иисуса Христа – это не пустой звук, никогда не согласятся на такой обман. Вот в свое время святой Афанасий Брестский, конечно же, был непримиримым противником такой вот подмены, когда вместо истины подается пустышка, но в очень красивой словесной оболочке. Что нужно человеку знать о своей вере, чтобы не поддаться такому обману, такой подмене? Человеку нужно знать, что он не только христианин по названию, конечно же, нам необходимо всем воцерковляться. И в свое время, вот я говорил, горсточка людей, которая была в Бресте, осталась верной православию. Какие годы это было? Это были 30-е, 40-е годы 17 века. И они, вот преподобный мученик Афанасий Брестский их учил, мы – община, мы – семья. И самое главное у нас – это наша вера, наша молитва и наша Евхаристия. Мы совершаем Евхаристию, собираемся все вместе у чаши Господней, мы приносим покаяние, мы причащаемся все из одной чаши, это наше единство. И поэтому и для нас сейчас очень важно, и всегда церковь, всегда об этом заботилась. Конечно же, и в 20 веке были сложные времена, но тем не менее, в тех небольших приходах, в первую очередь люди собирались для совершения Евхаристии, литургии, для исповеди, причастия. Люди не имели возможности часто иметь книги богослужебные или Святой Евангелие, переписывали от руки, я помню. Люди вот старались быть христианами не только по названию, но и развиваться в своей вере, и осознавать, чтобы наша вера была не просто вот каким-то словом, а была основана на камне, на основании. Вот Святой Афанасий об этом писал, что наша вера, она ведь не основана на человеческих выдумках, и поэтому мы, православные, не должны гордиться тем, что мы храним истинную веру, а в самом деле ее осуществлять в своей жизни, изучать эту веру и жить по вере. Его заповедь о любви, в чем я говорил, и как он сам ее проявлял, и так далее, все это он учил своих современников тому, что это нужно осуществлять. Не только это знать, но этим нужно жить. Благодарим вас, Отец Афанасий, за этот рассказ о преподобном ученике Афанасии Бреском. Благодарю и вас, и за возможность тоже вместе с вами пообщаться, и с теми, кто нас слышит, и, надеюсь, для кого Святой Афанасий также дорогой и близкий наш белорусский святой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова